Ребята, обязательно посмотрите это видео до конца. Хай, ты на канале Мэджик Фэмили, меня зовут Аня, и я здесь не одна, а со мной, как всегда, мои волшебные собачки. Подпишись на канал и жми колокольчик, чтобы смотреть ролики самым первым. Юми, твоя пупка у меня в носу. Ой, ну простите. И не забудь поставить лайк. А в нашей большой волшебной семье еще очень много питомцев. Хамички, котики, собачки, ослики, пони, и еще, и еще. Юми, я надеюсь, ты же не будешь всех перечислять. Видео сейчас о кое-ком другом, очень маленьком. Ну ладно, да. И сегодня, ребята, у нас очень большой и важный день. Ведь я не зря так долго не показывала вам муравьев. Ребята, смотрите, что это. Последнее видео о муравьях было один месяц и примерно 20 дней назад. Вот эта дверка, она со временем откроется, чтобы колония, когда она еще подрастет, перешла сюда. И это было нарочно, чтобы показать вам, как за это время изменилась ферма. Чтобы вы хорошенько почувствовали то, что произошло, посмотрите видео, которое я снимала, когда только купила ферму в декабре. Эй, сидите тихо там, хотя бы и так тихо сидите. Сколько вас там много, вас и не пересчитать. Или пересчитать? Тьфу ты, блин. Посмотрите, насколько их стало много. Колония так разрослась, что они наконец-то заняли вот это вот помещение, которое так долго пустовало. И даже там теперь у них детское. Они выращивают свои личинки. Ну, в смысле, яички. Детишек. Что сотворили муравьи со своей ареной? Я специально какое-то время не прибиралась, чтобы показать вам, что тут происходит. Весь песок, который находился вот здесь слева, они перенесли и образовалась горка справа. Малыши зачем-то вычистили весь пол от песка в этой части арены и залепляют все щели каким-то своим веществом. Как вы видите, интерьерчик арены немного изменился. И сюда добавилась еще одна ракушка, которую мне прислали в посылке. Гипс, конечно же, изначально был вот такого вот белоснежного цвета, как в этой закрытой части муравейника. Сейчас, как вы видите, он изменил свой цвет. Здесь у муравьишек детское. Просто нереальное количество личинок и нереальное количество муравьев. Они уже практически заполонили все. И, по-моему, ребята, настал наконец-то тот самый эпичный день, которого я так долго ждала. И пора открывать вот этот самый вход на следующую часть территории. И сегодня это свершится. Мы заменим вот эту вот стеночку, в которой нет дырочки, на стеночку, в которой дырочка есть. Посмотрим, как они будут реагировать на это и как быстро они переселятся. Давайте начинать. Раз, два, три. Для меня это очень нервительный момент. Жалко, ребята об этом не знают. Давайте. Уху. Скорей, залазь, пока никто не прибежал. Все. Мы сделали это. Пока что ничего не происходит. И вот первый муравей вышел на новую территорию. Наш первый познаватель этого большого мира. Он выбрался. И, по-моему, за ним вышел второй. Да, точно. Сейчас он будет изучать. Это муравей-разведчик, который будет проверять, что же тут новенького. И, может быть, стоит нам переселиться. Давай, давай. Привет, 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 давай. Привет, привет, давай. Приветики вот этим случайным репостовшим наше видео из группы ВКонтакте или со страницы Мамы ВК. Да, привет вот этим классным ребятам. Привет. Будем наблюдать, как быстро они сообразят, что сюда можно переселиться и позовут своих друзей. Спустя 15 минут часть муравьев переселилась. Что же было дальше? Давайте посмотрим поближе на дверь, как они проходят через нее. Сейчас я попробую настроить свой микроскоп. Вот они, наши муравьишки на выходе. Как они изучают эту дверцу. Вот как муравьишки изучают территорию. А в это время мы видим, как в основной части муравьи продолжают жить своей жизнью, выращивать личинки и кушать. Пока остальные изучают территорию, мы видим, что происходит в этот момент в зернохранилище. Другие муравьи занимаются пропитанием. Ребята, если хотите еще интересные какие-нибудь видео с муравьями под микроскопом или эксперименты, ставьте лайк. Спустя полчаса еще большее количество муравьев побывало в новой квартирке. Но пока что они не стали там благоустраиваться. Что же дальше? Муравьишкам нужна влажность, и чтобы они поняли, что эти места тоже пригодны для жизни, я капнула воды, чтобы она просочилась в гипс. Как вы видите, муравьи не такие быстрые, и они осторожные. Даже несмотря на то, что они очень умные и сообразительные ребята, они не торопятся переселяться на эту территорию. Они для начала будут ее долго изучать. Как же все-таки мне интересно, что будет дальше с муравьями, и как они будут чувствовать себя в своей новой квартирке. Даже не квартирке, а коттедже. На следующий день, ребята, вы не поверите. Посмотрите, как муравьи заселили уже свою новую квартирку. Практически в каждом помещении есть муравьи, и даже некоторые отсеки они принесли своих деток. Я нашла успокоение для Юми. Она может так сидеть несколько часов и наблюдать за муравьями, и даже не играть, не прыгать и не носиться. Мы с нашим покемоном Юмичу и другими пушистиками будем держать вас в курсе и показывать, как развиваются события в нашем фармикаре. А на моем лайв-канале, ребята, сегодня видео про те самые стики-релиз. Ссылку оставлю внизу, скорее бегите смотреть. Если ты не редископа, ставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий, да-да-да-да-да-да-да. Чекать, все, бомбахися, 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 сик-чур-чур. Юми, перестань, ты же портишь песню. Юми, пусть мы на которой тебе сказали. Лялики, смотри-ся, лялики, смотри-ся, лялики, смотри-ся. По-моему, мы запороли песню. Да уж. Ты еще тут песню слушал, да? А я за тобой слежу. Ну-ка, ставь лайк и подписывайся. Пошли смотреть мамина видео, на ее канале. Пошли, я тебе покажу, пошли.